Обновление подарков примечательно тем, что в них может попасться с каким-то неизвестным шансом эксклюзивный питомец. В прошлом видео я фармила подарки из 10 аккаунтов, и на одном аккаунте мне выпал эксклюзивный хьюдж кекс. Это было просто что-то нереально крутое для меня в тот момент, и многих это смотивировало фармить хьюджей. Я обещала, что на 200 лайков повторю фарм со 100 аккаунтов. Вы собрали больше 1000 лайков за такое короткое время, что кажется кнопка просто сломалась. Кстати, я думаю стоит проверить кнопку, ну вы поняли. Сегодня я покажу фарм со 100 аккаунтов. Но сначала вернемся к теме видео. Фарм со 100 аккаунтов. Так вот, хочу сказать, что возникла огромная проблема. Или не проблема, но как вы поняли, на видео у меня ушло гораздо больше времени, чем я думала. Не один день. Дело в том, что хоть я и смогла зарегистрировать 100 аккаунтов, используя методы, описанные в прошлом ролике. А также мне удалось привязать к ним почты, и также меня пока еще не забанили, но я забыла одну важную деталь. Это потребление оперативной памяти компьютера одним клиентом Роблокса. И не знаю почему, но хоть память и не загружалась на 100%, но с открытым Роблокс мульти, автокликером и программой для записи видео, 13-й Роблокс клиент просто все ломал, и система тут же выгружала всю оперативку. Все проги закрывались, и продолжать фармить было невозможно. Как же так, подумала я, я же должна показать вам фарм со 100 аккаунтов, и тогда я решила записать весь процесс кусочками по 12 аккаунтов. Таким образом, на фарм у меня ушло 3 дня по 6 часов, плюс в последний день на фарм ушло 9 часов, чтобы добить 100 аккаунтов. Итого, в сумме я фармила 27 часов, хотя с огромной оперативкой это заняло бы 3 часа. Сейчас я покажу вам 2 важные вещи. Это процесс, как запустить много акков сразу и начать фармить, и результат. Прошу смотреть до конца, так как часто мне пишут вопросы, на которые и так были ответы, но видимо человек либо не досмотрел, или прослушал. Для начала вам не стоит делать слишком много аккаунтов, смотрите. Представьте, что один клиент Роблокса потребляет до 600 мегабайт оперативной памяти. Тогда вам нужно разделить вашу оперативную память и оставить где-то 2 гигабайта для системных процессов. И так вы узнаете максимальное число аккаунтов, ну и плюс столько же, чтобы фармить спустя еще 3 часа. Отлично, у вас есть аккаунты, вы скачали Роблокс Мульти и Автокликер, ссылки есть в прошлом ролике, там найдете. Теперь вам нужно запустить Роблокс Мульти и по очереди заходить в аккаунты. Теперь, когда вы в них зашли, кстати, интересный факт, но каким-то образом, открывая Роблокс через Роблокс Мульти, все ваши аккаунты попадают на один сервер. Как будто это ваша випка, с одной стороны это хорошо, но с другой, одинаковые аккаунты вызывают недоверие у других игроков. Хотя опять же, мои аккаунты пока никто не забанил. Далее нам нужно запустить Автокликер, как это сделать я рассказывала в прошлом ролике, также у меня есть один хороший подробный ролик о том, как им пользоваться. Также для тех, кто просил скрипт, я не могу этого сделать по причине того, что настройка данного скрипта зависит от расположения ваших окон на экране компьютера. То есть у каждого это будет индивидуально. Поверьте мне, гораздо проще вам будет записать самим этот скрипт, всего лишь нажав Alt плюс R. Это делается очень просто. Если вы не знаете, как это сделать, посмотрите данный ролик. У меня готова первая партия аккаунтов, давайте посмотрим. Да, кстати, я постаралась по возможности их прокачать, ну там, притяжение орбов на максимум, скорость бега, фарма алмазов. Это наверняка пригодится в будущем, ну и потом я все равно буду фармить Хьюдж Кекс. Так, кстати, надо узнать еще такую важную вещь, играет ли роль какой подарок открывать. В прошлый раз Хьюдж так выпал, что я не поняла, с какого подарка это случилось, но вроде бы это было с последних подарков. Что же, когда мы запустили запись скрипта, прокликали все необходимые окна. Теперь нам нужно остановить запись скрипта. Это делается нажатием клавиши Alt плюс S. И затем нам необходимо запустить наш скрипт и проверить его работу. Alt плюс A запускает скрипт. Надо убедиться, что действительно все окна прокликиваются, чтобы потом не оказалось так, что мы пришли, какой-то аккаунт у нас не работал. Теперь мы можем смело уходить в АФК и прийти теперь нужно через 3 часа посмотреть результат. Также хочу обратить ваше внимание, что мне открыт диспетчер задачи. Там видно, что память используется не полностью. Но тем не менее, я не могу открывать 13 аккаунт. Возможно, это связано с тем, что как раз таки, когда я использую ABS, там эта циферка, так скажем, нестабильная. И ей нужен в общем какой-то объем памяти, чтобы она работала нормально и записывала видео. Все ссылки на Роблокс мульти, а также на Автокликер я оставлю в прошлом ролике. Ссылку на прошлый ролик я также оставлю в описании. Но сейчас давайте перейдем к результатам. И за первые 3 часа в первый же день не вылезла ошибка памяти. И оказывается, у меня был открыт браузер Google Chrome. Ребята, так что если вы занимаетесь такими вещами, обязательно отключайте. Все-все-все лишнее. Там всякие дискорды, браузеры. То есть у вас должно быть максимально все пусто и чисто, чтобы ничего случайно не вылетело. Мне повезло. Ну и вроде как ничего не вылетело. Просто это как бы было предупреждение. Сколько мне выпало кексов за первый день? Получается за 24 аккаунта за 6 часов. Как вы помните в прошлом ролике, мне за 10 аккаунтов выпал 1 кекс. И я очень надеясь на прошлый результат, решила, что и в этот раз мне точно выпадет кекс. Но нет, с 24 аккаунтов мне кекс не выпал. Что же, у меня в запасе было еще 76 аккаунтов. Но было уже поздно и оставалось отскладывать это на следующий день. Да, то есть опыт пришлось растянуть на несколько дней. Вот как вы думаете, вот если вам один раз с 10 аккаунтов выпал кекс, то, наверное, он и так и должен падать каждый раз с 10 аккаунтов или нет? На второй день, это был 22 марта, нужно было все повторить. Только в этот раз я додумалась уменьшить окно браузера до минимального состояния. На самом деле, так сильно экономится оперативка, не так сильно лагает. И можно сделать всю настройку гораздо быстрее. Так, это уже вечерняя запись. Здесь я начинаю открывать подарочки. Как вы поняли, с первых в 12 за этот день мне ничего не выпало. Со вторых, мне также не выпал кекс. Немного утешает то, что у меня со всех аккаунтов остаются, получается, алмазы. Хотя их долго будет перекидывать, но все равно. 23 число, все то же самое. Ставлю роблокс мути, открываю аккаунты, запускаю автокликер. Тут я, кстати, забыла закрыть дискорд. И удивительно, но он мне никак не помешал. Утром ничего не было, к сожалению. Со всех 12 аккаунтов почему-то мне не выпал ни разу кекс. А это на минуточку... Какой день? Уже третий? И это какая-то катастрофа. Я уже начинаю немножко паниковать. Уже последний день, четвертый. Единственное отличие в этот день, я решила не выходить сразу с аккаунтов. То есть сначала я их открываю и закрываю только в самом-самом конце, потому что так было. Может быть для них, для всех аккаунтов какой-то один общий шанс на сервере. Если это так, то стоит все их держать на одном сервере. Мне осталось, получается, открыть 6 аккаунтов, но я открываю 8, то есть плюс 2 с запасом. И это последняя надежда, потому что за все предыдущие аккаунты мне не выпал ни разу кекс. Я даже не знаю, что сказать. Я такого не ожидала. Последний аккаунт, последний подарок. И сейчас мы его откроем. Блин, я даже, если честно, уже не уверена, что что-то оттуда выпадет. Но все же, это получается 102-й. И ничего не выпало, кажется. Никакого звука не проигралось. Петов больше не стало. В общем, обидно. В общем, очень обидно. Было много потрачено времени, много дней. Итак, смотрите. Технически за один раз я не открывала 100 аккаунтов. И пришлось это, опять-таки, разделить на несколько дней. Практически, да, получается. 100 аккаунтов я открыла. Просто это было не единовременно. И можно ли засчитывать такой результат, я не знаю. Если кто-то сумеет повторить это на одном компьютере, это будет круто. Это будет, как бы, интереснее. Может быть, даже оттуда что-то действительно выпадет за один раз. Но, понимаете, дело в том, что мне за один раз выпало из 10 аккаунтов. Да, мне выпадал кекс в прошлом видео. Можете посмотреть его здесь. Все ссылки оставьте в описании. Ну, а это бомбак тасплей. Спасибо огромное за просмотр и за терпение. До новых видео.